Биткоин вот-вот взлетит. Если вы купите сейчас, то удвоите свои деньги, но вы этого не сделаете. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, где бы вы ни были, когда бы вы ни были. Спасибо, что смотрите мое видео. Меня зовут Джереми да Винчи. Я собираюсь заработать здесь, в Дубае, 5 на 5. Надеюсь, у вас все хорошо. Да, биткоин начал расти. Он поднимется до 100 тысяч и выше. И если вы сейчас сидите и думаете, да, я не верю, я не верю, я не верю, то это ваша проблема. Потому что потом вы вернетесь и скажете, ладно, может мне стоит купить сейчас? Он уже выше 100 тысяч. Будет ли он расти дальше? Где вы были, когда я говорил вам, что нужно купить биткоин по 70 тысяч, а вы отвечали, что? Нет, я не верю, я не верю, в этом и проблема. Теперь он вас догонит, и вам придется с этим жить. Вам придется с этим жить, потому что он поднимется намного выше 140 тысяч. И это легкая победа. Это победа для всех, кто хочет купить биткоин. Хорошо, теперь давайте перейдем к сегодняшним дегенам. Мы поговорим о том, как хорошо идут дела у Ваумау. Его рыночная капитализация почти достигла 6 миллионов, верно? Много покупателей. Это новая мем-монета Ваумау, верно? И Флаффи. Я хочу немного рассказать о Флаффи, потому что его цена привязана к вафлям. Это интересная штука. Кто-то создал этот проект, привязал свой актив к токену вафлям, а не просто к Солане. Так что, хотя ты можешь купить эфириум с помощью Соулена, продать его в Соулен и обменять на ад, это значительно облегчит тебе торговлю. Так что, например, если ты хочешь купить немного Флаффи с помощью Соулена, тебе нужно на самом деле купить вафли, и они сделают это автоматически. А затем переключаться, это для тебя пушистик. Именно это вы и делаете, когда покупаете криптовалюту на децентрализованной бирже. Вот так оно и есть. Это очень-очень крутая идея. Давай посмотрим, насколько хорошо она заработает в ближайшие месяцы. И знаешь что? Теперь, когда кто-то это сделал, у меня появились кое-какие идеи. Я задаюсь вопросом о ценообразовании на другие товары или о том, насколько хорошо это будет работать и как использовать ликвидность, обеспечивая ликвидность. Ну что же, посмотрим-посмотрим. Все в порядке, плати, плати, ты знаешь, это вернуло ту красную черту, которую, как я говорил, тебе нельзя пересекать. О, мальчик! Это было похоже на то, черт возьми, что казалось, вот-вот погаснет свет из-за получки, но так оно и есть, это вернуло ее красиво. Не так ли? Это ключевой уровень. Давай посмотрим, что будет в этот день. Да, на пару дней ниже этого уровня. Так что сейчас нужно продержаться. Теперь, когда он снова овладел этим. Так что мы можем, знаете ли, начать движение выше. Так что да, вафли, да, тоже преодолели ключевой уровень. И нам интересно, удастся ли им вернуться на самый высокий уровень. Если ты это сделал, то в чем причина этого? Это из-за того, что я рассказала Вау-Мау, и люди уходят, чтобы запрыгнуть на сумку Вау-Мау, а я не знаю. Похоже, с Орг происходит то же самое, но знаете, Орг был намного выше, а теперь он, ну, возвращается на прежний уровень. Посмотрим, что будет дальше. И с Орг, похоже, он хочет взлететь, хочет улететь. Ну что же, если вы хотите купить биткоин, то вот что я вам советую, ребята. В основном биткоин, храните в биткоине. Можете перейти на bybit.com slash davincij15, ссылка в описании ниже. Также получите несколько ID-карт. Ссылка на bybit.com slash davincij15, также в описании ниже. Вы всегда можете получить паспорт, но это самый дешевый вариант для вас. Ну что же, поехали. Биткоин, да? Да, прежде чем я перейду к биткоину, что вы думаете, ребята? Мне стоять или сидеть? Что вы думаете? Оставьте свое мнение в комментариях ниже. Ладно, биткоин, это новости на сегодня. Он движется вверх, и я надеюсь, что вы, ребята, тоже в игре. Ну, очевидно, я в игре. Все верно, несмотря на высоту мем-монеты, этот сектор составляет всего около 3% от общей капитализации крипторынка. Но да, я хочу, чтобы вы задумались об этом. У этого сектора есть потенциал для роста. Так что это только начало, как я и говорил. Так что если вы не хотите связываться с мем-монетами, потому что они вам не нравятся, просто вложите деньги в соулена. Это самый простой вариант. И да, вы сможете заработать на мем-монетах, не вкладывая в них деньги, верно? Ты просто будешь делать ставку на то, что мем-коины будут расти, и я думаю, что так и будет. Все верно, спотовые рынки BTC покупают в унисон. Отлично. Да, посмотри на это. Все спотовые рынки покупают в унисон. Я вижу параболический рост. Да. Это тот момент, когда я вернусь сюда. Да. Когда мы увидим новый максимум? Да, новый максимум, новый максимум, новый максимум. Это будет прекрасно. Ты будешь веселиться, люди будут смеяться и хлопать друг друга по спине. Это будет лучшее время. Надеюсь, у тебя есть немного биткоинов, чтобы насладиться этим прекрасным временем. Хорошо. Ежедневные комиссии соулена превысили 2,5 миллиона за 24 часа. Да. Видишь, это уже происходит, верно? Еще рано. Еще рано. Подожди, пока не начнется настоящая вечеринка. Ты еще ничего не видел. Хорошо. ОАЭ Аргентина и Эфиопия начинают государственный майнинг биткоина. Да. Ну, эти три новых члена БРИКС Аргентина, ОАЭ и Эфиопии начали майнить биткоин с помощью государственных ресурсов, по словам Мэтью Сигала, главы отдела исследований цифровых активов инвестиционной компании Ванек. О, это так круто, правда? Этот шаг подчеркивает тенденцию стран БРИКС к использованию цифровых активов для экономической стабильности и финансовой независимости. Хорошо, давай я объясню. Кажется, некоторые страны начинают интересоваться биткоином. Но я помню, что были дни, когда люди говорили мне, что правительство будут его запрещать. Я отвечал, ну и что, что правительство везде? Да, но правительство США запретит его и все. Правда? Правда. Точно так же, как они запрещают наркотики, да? Ты такой, ну и как это работает? Они так и делают. Да, верно. Не очень хорошо. Вот оно, ребята. Вот оно. Это явные признаки, верно? Если вы не верили, что биткоин будет существовать вечно, то вот оно. Ваше правительство даже следит за этим. Верно? Так что у вас есть возможность, верно? Даже если у вас нет больших денег, чтобы купить биткоин, вы должны это сделать, если вы откладываете деньги на будущее, вы должны хранить их в биткоине, а не в чем-то другом. Потому что через 25 или 50 лет у вас будет вся эта экономическая энергия, вся эта рабочая сила, вся эта накопленная энергия. И теперь к ней присоединятся все остальные, кто решил, да, это правильно. Я должен это сделать, сохранить свою энергию, свою рабочую силу. Они поздно это поняли. Верно? Так что не упустите эту огромную возможность. Хорошо. Биткоин-цикл еще даже не начался. Это говорит о том, что анализ. Да, это так. Это только начало. Это стоит того. Биткоин может достичь нового исторического максимума в 2024 году, но с марта криптовалюта переживает период боковой торговли. Пытаясь преодолеть психологически важный барьер в 70 тысяч, а иногда и опускается до 54 тысяч. По состоянию на сейчас долгожданный октябрь, который должен был стать началом нового бычьего тренда, вряд ли материализуется. Ну, он уже материализовался на отметке выше 70 тысяч, так что это не проблема. Хорошо. С учетом сказанного, давайте займемся торговлей. Ссылка на Bybit. daidj15.com в описании ниже. Мы видим, что сейчас 70, извините, 71 тысяча, верно? Сейчас выше 71 тысячи, и цена продолжает расти. Мы упустили момент для входа в сделку, верно? Мы ждали небольшого движения вверх, но оно не произошло. Да, мы не вошли в сделку, но это нормально. Рынки всегда предоставляют нам возможности, и эта возможность очевидна. Мы продолжаем двигаться вверх. Ух ты, вау! Это будет взрывной рост. Так что да, сейчас самое время делать ставки. Мы готовы. Не теряйте времени. Давайте посмотрим. Ух ты, мы не можем покупать прямо на этом уровне. Нам нужно. Да, это все еще будет взрывной рост, но посмотрите на движение здесь, и мы все еще можем войти в сделку и подняться прямо туда. Это долгосрочная ставка. Мы можем легко подняться выше этого уровня. Давайте посмотрим, сможем ли мы войти в сделку чуть ниже полосы Боллинджера. Давайте посмотрим, сможем ли мы войти, незаметно пробраться туда, и подняться до этого уровня, рискуя меньше. Риск составляет всего 3%. У меня соотношение риска к прибыли 4 к 1, так что вперед. Это наш вход на отметке 70 долларов 500. И да, посмотрим, что из этого выйдет. То же самое с эфириум. Давайте посмотрим, сможем ли мы войти незаметно. Мы не хотим покупать здесь, за пределами этого уровня. Так что давайте действовать незаметно, и возьмем на себя 2% риска, соотношение риска к вознаграждению будет 2 к 1. И мы сможем сохранить это, оставить открытым. То же самое с биткоином, вы можете оставить его открытым, верно? Вы можете передвинуть свои стоп-лоссы, может быть даже немного заработать. Но знаете, вы можете снять 50% прибыли, если хотите. Но вы можете передвинуть свои стоп-лоссы, чтобы выйти в ноль, и знаете, что скорее всего вы не вернетесь к этим уровням. Скорее всего, гарантия от руководства не будет. Ладно. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз. До свидания.